Всем привет, с вами канал Технообзор. Сегодня мы посмотрим на лучшие наручные устройства, а то есть смарт-часы и смарт-браслеты, которые обладают чипом NFC, а то есть имеют возможность бесконтактной оплаты. Ссылки на все товары ты конечно же найдешь в описании, ну а с тебя лайк и подписка, ну и приятного просмотра. Xiaomi Mi Band новая версия в сверхпопулярной линейке бюджетных фитнес-трекеров. Вы можете купить себе китайский образец, в котором будет NFC. Сам браслет легко спутать с Mi Band 4 поколения. Форма и размеры устройств очень близки. В обоих случаях это вытянутая капсула со стеклянной лицевой поверхностью и выступающими датчиками на нижней части. Даром, что новая версия вдвое легче. Корпус имеет сертификат водонепроницаемости VR50, но это не значит, что можно погружаться с браслетом на 50 метров. VR50 приравнивается к давлению в 5 атмосфер, которые можно словить при движении рукой на глубине 1 метра. В общем, плавать можно, нырять не стоит. Зарядные коннекторы на том же месте, что и у прошлой версии браслета, но совместимости нет. То есть зарядить новой зарядкой старый браслет, например, не получится. Великая автономность пала жертвой увеличившегося экрана и аккумулятора, который уменьшился от 135 до 125 мАч. Обещаемое время работы от одного заряда сократилось с 20 до 14 дней, а это уже опасная близость к показателям полноценных смарт-часов. Диагональ экрана подросла с 0,95 до 1,1 дюйма за счет увеличившейся высоты. Лишнее разрешение позволяет отражать чуть ли не треть больше информации, что очень полезно при работе с интерактивными циферблатами и разрешениями уже знакомых всех функций. Циферблатов, кстати, стало больше, но интерактивных я нашел только 3. Остальные, ну на любителя. Mi Band 5 это отличный фитнес-трекер. За официальные 3290 рублей вы получаете годный инструмент для мониторинга состояния здоровья, спорта компаньона и множества других функций в довесок. Если у вас никогда не было подобных браслетов, но очень хочется, можете смело класть на него глаз. Версия NFC более привлекательна из-за повышенной точности замеров и потенциальной возможности оплаты. Если же оплата вас не интересует, хотя странно, почему вы зашли тогда на это видео, то можно и остановиться на версии без NFC. Фитнес-трекер Honor Band 4 в свое время оказался довольно неплохой альтернативой другому очень известному браслету от китайской компании Huawei. По сравнению с предыдущим поколением, с которым мы познакомились не так давно, Band 5 предлагает минимум изменений. Дизайн остался прежним, внешне это полная копия предыдущей модели, поэтому расскажу вкратце. Главным новшеством является появление пульсоксиметра, который отслеживает насыщенность крови кислородом. Этот показатель полезен для понимания того, насколько хорошо работает дыхательная система. Как и Band 4, пятое поколение браслета оснащено аккумулятором юмкостью 100 мАч. Если выключить технологию расширенного отслеживания сна и круглосуточное измерение пульса в смарт-режиме, то максимальное время работы у вас составит около 10 дней. Honor Band 5 это неплохой бюджетный фитнес-трекер, который умеет отслеживать пульс и содержание кислорода в крови. Он оснащен качественным дисплеем, а его набор функций вполне хорош. Относительно конкурентов в нем не хватает управления музыкой, но возможно это будет реализовано в последующих обновлениях. К нему нет серьезных замечаний, кроме автономности. 4-5 дня для фитнес-браслета, даже с цветным экраном. Это немного. Xiaomi Redmi Watch новые и недорогие часы фитнес-трекера. За цену около 4000 рублей вы получите множество полезных функций. Датчик отслеживания частоты сердечных сокращений, мониторинга сна, GPS и защиты от воды. Redmi Watch более премиальный вариант фитнес-трекера в виде часов с большим дисплеем и встроенным GPS. Носимый гаджет призван занять нишу между полноценными умными часами Xiaomi и интеллектуальными браслетами. Корпус и ремешок часов Redmi Watch был цвета слоновой кости. Это один из самых красивых фитнес-браслетов в бюджетном сегменте. На выбор есть также черная расцветка с черным или оливковым ремешком, либо синяя с синим ремешком. Но версия цвета слоновой кости выделяется больше, хотя кому-то такой оттенок может показаться слишком вычурным, так как подойдет не к любой одежде. Корпус Xiaomi Redmi Watch плоский со всех сторон. На правой стороне находится единственная кнопка управления, сделана из пластика, хотя по внешнему виду и ощущениям скорее напоминает металл. У нее есть приятный золотой оттенок. Поскольку сам дисплей квадратный, а корпус чуть вытянут по вертикали, сверху и снизу есть довольно толстые черные рамки. Дисплею также не хватает закругленных углов, хотя частично эту проблему решает оптимизированный интерфейс. Углы обзора тоже уступают OLED-матрицам, хотя это и не слишком большая проблема для гаджета за такую цену. В общем, типичная и посредственная для LCD-экранов контрастность вместе с не самыми глубокими оттенками черного. Увы, границы между темными циферблатами и рамками здесь явно заметны. Xiaomi Redmi Watch это скорее привлекательный фитнес-трекер с высоким качеством сборки и большим дисплеем, чем умные часы. Он выгодно отличается от крохотных спортивных браслетов, особенно дизайном. Программное обеспечение здесь простое и удобное, а циферблатов на выбор очень много. К сожалению, часы Redmi Watch плохо справляются со своими главными обязанностями – отслеживанием тренировок и показателей тела. Спортивных видов не так много, постоянного мониторинга чистоты сердцебиения нет, а сон отслеживается крайне не точно. Не хватает здесь и функции измерения насыщенности крови кислородом. Почти одновременно с запуском Huawei Watch Fit стартовал и анонс часиков бренда Honor под названием Watch ES. Устройство имеет любопытный, на мой взгляд, форм-фактор в виде прямоугольных часов с большим дисплеем. Такой формат максимально подходит для адекватного потребления контента, в том числе и для просмотра уведомлений. Емкость аккумулятора у устройства 180 мАч, как-то маловато, поэтому устройство и работает до 10 дней. С тренировками и частым замером пульса и уровня кислорода в крови часы живут примерно 4-5 дней, что тоже в целом хорошо, учитывая размеры экрана. Экран большой, 1,64 дюйма, а разрешение высокое, 456 на 280 пикселей, что дает 326 ppi. Матрица AMOLED, то есть яркая, цвета насыщенные. Но самое главное, это чтение информации. Шрифт на часах крупный, видно хорошо, контент умещается отлично. Теоретически, как мне кажется, можно было бы сделать масштабирование, но есть что есть. Классные молодежные часы со всеми необходимыми опциями. Тут вам и программы для тренировок, и замеры ЧСС, и уровни кислорода в крови, и просмотр стресса и так далее. В таком форм-факторе подобных гаджетов очень мало, а он крайне комфортен для потребления информации. За 8000 рублей минусов у Honor Watch ES нет. С большим удовольствием рекомендую присмотреться. После достаточно долгого ожидания, Xiaomi Mi Watch стали доступны всему миру. Несмотря на абсолютное лидерство в сегменте фитнес-трекеров, китайский гигант не торопился выводить на глобальный рынок умных часов, сосредоточившись на внутреннем рынке. Новинка получила корпус из полиамида диаметром 45 мм. Устройство доступно в темно-синем цвете, черном и бежевом, в сочетании с силиконовыми ремешками 22 мм. Впрочем, ремешок легко заменить на более подходящий, благо размер распространенный. Сочетание матового корпуса и ремешка обеспечивает простой, но достойный внешний вид и неплохое качество исполнения. Толщина корпуса 11,8 мм, что немного больше, чем в Apple Watch Series 6, а его вес всего-то 32 грамма. Это легкие смарт-часы, которые удобно использовать во время сна или тренировок. Приятной новостью стала возможность активации режима постоянно включенного дисплея. Функция станет полезной тем, кто привык видеть информацию на дисплее постоянно, 24 часа в сутки. Пользователь может регулировать яркость дисплея самостоятельно, либо активировать автоматический режим, чтобы экономно расходовать заряд батареи. Для доступа к настройкам делаем свайп вверх, можно настраивать яркость, активировать режим не беспокоить, настроить разрешение для Amazon Alexa. Хоть и голосом она отвечать не умеет, распознавать речь у нее достаточно хорошо получается. Xiaomi Mi Watch это хорошие смарт-часы за свои деньги, они хорошо выглядят, обладают неплохим набором метрик мониторинга здоровья и активности, а также базовыми смарт-возможностями. На мой взгляд стоит поработать с точностью отслеживания пульса, чтобы сделать гаджет привлекательным предложением в своей ценовой категории. Поэтому я уверен, что смарт-часы от Xiaomi обязательно найдут своих поклонников. Mobvoi это одна из компаний, которая производит свои устройства VROS, не являющегося брендом часов и делает это уже давно. Последние часы компании VROS это Mobvoi TicWatch C2+, который является продолжением оригинального TicWatch C2. TicWatch C2+, спроектирован не просто так, чтобы выглядеть похожим на TicWatch C2. Дизайн у смарт-часов привлекательный и если они вам нравятся, то оцените это видео лайком. Для начала стоит начать с 3-дюймового AMOLED дисплея. Это дисплей с глубокими черными и яркими цветами, но есть один существенный недостаток. TicWatch C2+, не имеют датчика окружающего света для автоматической яркости. Смарт-часы имеют батареи емкостью 400 мАч и время автономной работы довольно стандартное. Это приблизительно один день очень активного использования. Но при обычном использовании смарт-часы работают около двух недель. TicWatch C2+, это третье устройство с операционной системой VROS. И на этой операционной системе смарт-часы имеют хорошее оборудование. Как по мне, TicWatch C2+, это неплохой вариант умных часов. Принадлежащий китайской Хуаме бренд Amazfit. Это на данный момент один из самых заметных игроков на рынке носимой электроники. И одним устройством из списка выпущенных являются Xiaomi Amazfit GTR 2. Экран у этого устройства круглый. Сенсорный AMOLED дисплей 1,39 дюйма с разрешением 454х454 пикселей. Экран покрыт закаленным стеклом Corning Rilog S3 с олеофобным покрытием. В часах есть постоянная память в количестве 3 гигабайт, которая используется для хранения музыки. Пользователю может быть доступно меньше, так как часть пространства съедает система. Защита от влаги и пыли стандарт 5ATM, который подразумевает под собой защиту не только от попадания брызг во время дождя или душа, но и при погружении на глубину до 50 метров. Часы поддерживают Bluetooth версии 5.0, Wi-Fi 2.4 ГГц, а также отслеживание местоположения через GPS. Присутствует акселерометр, трехосевой геомагнитный сенсор, барометр сенсора освещенности, а для сканирования чистоты сердечных сокращений, уровня кислородов крови, качество сна и уровня стресса используется датчик BioTracker 2 PPG. Также в смарт-часах есть NFC-чип. По поводу емкости батареи, то она здесь составляет 471 мАч. Заявлено, что они могут проработать до 14 дней в смешанном режиме, до 38 дней в режиме ожидания и до 48 часов с активным GPS. Время зарядки устройства составит 2,5 часа. Также дополнительно устройство оснащено динамиком и микрофоном для прослушивания музыки и совершения звонков, а также вибромотором для оповещения о событиях. Ремешок в зависимости от разновидности дизайна, классик или спорт, может быть кожаным или силиконовым. В обоих случаях размер составляет 22 мм. Умные часы Amazfit GTR 2 поставляются в двух модификациях, как я уже сказал, классик или спорт, которые отличаются материалом не только ремешка, но и корпуса. В классической версии используется сталь, а в спортивный алюминий, из-за чего эти варианты отличаются еще и весом. Тиквотч Pro 3 Тиквотч Pro 3 лучшие часы на базе VROS, которые есть на рынке на данный момент. У них фантастическая производительность и внушительное время автономной работы. Дуал дисплей 2.0 это действительно полезный дополнительный дисплей. Более того, у мобои масса других своих наработок, которые делают использование часов реально удобными. В общем, Тиквотч Pro 3 это отличное дополнение для и без того неплохой линейки часов мобои. У них впечатляющее время автономной работы и приятный функциональный набор, который определенно заслуживает внимания. Из плюсов можно выделить минимальные габариты, большой экран, производительность, время автономной работы, улучшенный дополнительный дисплей и новый набор датчиков. А из минусов можно выделить это габариты, нет ЭКГ, нельзя отключить подсветку дополнительного дисплея и последнее VROS не установлено с упаковки. Ну а ссылки на все смарт часы с NFC ты найдешь в описании, обязательно подписывайся и ставь лайк. Ну а с вами был канал Тикнообзор, всем пока и до следующего обзора.